Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем – это уже не новое. Детям не раз повторяют, что спички – это не игрушки. Но данные статистики говорят обратные. И именно во время летних каникул специалисты Управления гражданской защиты населения проводят профилактические работы среди детей. Сегодня мы проводим мероприятие совместно с филармонией. Мероприятие называется «Сказочный мир царя Бериндея». Целью мероприятия является безопасность детей во время летних каникул, а также охрана окружающей среды. Хочется в первую очередь сказать родителям, уважаемые родители, будьте внимательны во время летних каникул, следите за своими детьми, напомните детям о правилах пожарной безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения в лесу, на прогулках, а также вблизи рек и водоемов. Хочется сказать слова благодарности организаторам мероприятия, и пусть у детей будут только яркие впечатления от летних каникул. На мероприятие были приглашены отдыхающие из пришкольных лагерей. Для них творческие коллективы городской филармонии провели музыкально-познавательную постановку. Ведь если ты предупрежден, значит вооружен, так говорят организаторы. На сей раз это программа, которая посвящается году защиты окружающей среды. Мы назвали ее «Сказочный мир царя Бериндея». В ней заняты у нас замечательные наши вокалисты Нефтекамской государственной филармонии. Обязательным условием в нашей программе, конечно же, участие представителей МЧС, которые дают свою статистику, свои какие-то напутствия ребятам в летнее время, потому что и улица, и лес стоят в себе, какие-то неожиданности. И хорошо, если они предупреждены. Артисты филармонии, как и всегда, смогли заворожить публику своим выступлением. А от постановки дети были просто без ума. Ведь они могли не только любоваться любимыми героями зала, но и принять участие вместе с ними на сцене. Сильнее всего на ребенка действуют не норовоучения, а живые примеры поведения. Об этом рассказали юные зрители. Больше мне понравились «Красная шапочка» и «Серый волк». «Серый волк», он хотя должен быть плохим, но он хороший. Я пришла на это мероприятие, потому что мне очень оно понравилось. Мне больше всего понравилась «Красная шапочка». И эти конкурсы, они мне очень нравятся. Я хочу, чтобы побольше проводили такие конкурсы, такие мероприятия. Если привить детям даже самые простейшие правила пожарной безопасности, это может спасти их от большой беды. А сегодняшнее выступление показало детям немало примеров. В целом, все гости мероприятия остались довольны. Мы сегодня пришли из второй школы на данное мероприятие, экологическое шоу. И нам очень оно нравится, потому что очень познавательно, и дети просто в восторге. Как говорится, очень много всего необычного, различные игры. И дети участвуют, и слушают, и танцы, и музыка, и песни, все есть. И я считаю, что такие мероприятия нужно проводить почаще. И филармония в этом отношении, конечно же, молодец, потому что всегда впереди. И хотелось бы, чтобы почаще проводились такие мероприятия. И, естественно, чтобы нас приглашали на них. Айгуль Гарифулинов, Анзир Фазладинов, информационная программа «Ежедневник».